В эфире программа «Неделя города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных и значимых событиях ушедшей рабочей недели. Вот некоторые темы этого выпуска. С замороженными пальцами в отсутствие горячей воды. Жители одного из домов по улице Зубковой привыкают к жизни без комфорта. Под крышей дома своего. Шлакоблочные дома в городе не только не редкость, но порой и угроза. Любовь зла, а рязанцам грозят разводы. На набережную Кремля спилили замки влюбленных. В Рязани начались плановые отключения горячей воды. Несмотря на то, что до жителей Дашковой песочни очередь еще не дошла. И, казалось бы, доставать кастрюли еще рано. Вот уже несколько недель жители одного из домов по улице Зубковой привыкают к жизни без комфорта. Вторую неделю без горячей воды, третью без отопления. На улице Зубкова в доме номер 25, корпус 3, к проблемам начинают привыкать. Ведь качественно отремонтировать прорыв трубы рабочие теплосетей до сих пор не могут. Что-то они там нахимичили, включили воду горячую и затопило третий подвал. И они же отключили вечером сразу же. И после того к нам слесаря только появились, вот эти вот, в понедельник. Ремонт возобновили, но не закончили. Перекопан весь двор, вскрыт новый асфальт. А 16 мая проблема вышла на новый уровень. В доме прорвало канализацию. Сотрудникам ЖЭО потребовалось несколько дней, чтобы определить причину проблемы. Но в течение этого времени возникли новые. Как они говорят, мы думали сначала это обратка, но это не обратка, хорошо. А сегодня обратка рванула опять. Проснулись как в сауне. Я с матик, мы задыхались, окна у нас были открыты с 6 утра. Парило так, что, наверное, до четвертого этажа доходило, или до девятого даже. В общем, некого было найти. Кто виноват в этом? Никто не хочет признаваться. Ни ЖЭО, ни теплосети. Галина Ильина живет здесь уже более 30 лет. И все это время решить вопрос с горячей водой не смогли. Из-за регулярных прорывов в квартире пенсионерки на первом этаже постоянно пахнет канализацией. Каждый месяц обязательно у нас прорыв теплой теплотрассы. Что это такое, почему? Либо трубы некачественные, либо они делают неправильно. Жители дома уверены, что проблемы в гнилых трубах. Два года назад их уже меняли. Но к качеству проведенных работ у пенсионеров есть претензии. Была сильная тоже авария. Все вскрывали, привезли трубы. И потом через несколько дней, может пару-тройку дней, эти трубы исчезли. Ночью причем, да. Говорят очевидцы, что увезли их ночью, под тенью ночи. И все это закрыли. Была водичка. Вот не выкачали до конца. Все это закрыли плитами и все так оставили. Сейчас, по словам очевидцев, история повторяется. Трубы привезли, хотя они новые, но они не покрашенные, ничем не обработанные. И они положили опять же в воду. Так что толку никакого не будет. Через год она опять сгниет. И вот опять. Вчера лежали почему-то трубы толстые. Сегодня три толстых трубы исчезли, а привезли три тонких. Местные жители обращались в прокуратуру, в администрацию города и свою управляющую компанию. Но ремонт теплосетей никак не закончат. Получить комментарий представителей этого органа нам пока не удалось. Мы следим за развитием ситуации и будем держать вас в курсе событий. В городской роще заложили фундамент лучшей больницы в России. Именно так оценивают на настоящий момент специалисты перспективы проекта, на реализацию которого началась и в нынешнем году. Новая больница скорой медицинской помощи вырастет, по информации строителей, к 2019 году. На стройке побывала временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов. О том, как он оценил масштабы проекта, расскажет Марина Комиссарова. Здесь когда-то располагалось трамвайное депо. Трамвай, как вид транспорта, в городе устранили, и депо осталось заброшенным. Здание в аварийном состоянии решили демонтировать, а освободившееся пространство использовать в благих целях. Теперь здесь разворачивается стройка. В скором будущем на этой площади возвысится семиэтажное здание БСМП. Также позволит оптимизировать систему гинекологии с учетом восьмой больницы, гастроэнтерологии с учетом четвертой больницы. Ну, и так сказать, максимально сконцентрировать экстренную помощь в одном учреждении, в одних руках. Где находится и кафедра, уважаемый Сергей Васильевич, профессор, завкафедрой, и научный потенциал значительный, и оснащение современнейшим диагностическим оборудованием, позволит максимально приблизить и качественно оказать медицинскую помощь. В центре города точно не нужно строить такие объекты, однозначно, потому что они предполагают определенные неудобства для жителей, которые вокруг живут. Здесь все-таки место достаточно удалено от жилых домов, близко к М5 дороге. То есть это позволит обеспечивать прием пострадавших в ДТП. Там их, к сожалению, достаточно много. И кроме того, для подвоза больных, в принципе, интервал движения для скорой помощи, он будет соблюдаться. Общая сметная стоимость строительства нового стационара с затратами на оборудование составит почти 4,5 миллиарда рублей. Такой масштаб требует вложений и областного, и федерального бюджетов. Стройка идет в графике, работа выполняется своевременно. Главное сейчас – это не снижать темпов, а для нас главное – это обеспечить финансирование. Конечно, это самая важная и сложная задача. То есть строители, я думаю, справятся, и медики тоже потом с оборудованием справятся. Коллектив хороший, он уже существует. Еще раз повторюсь, что главное, чтобы нам удавалось обеспечивать своевременное финансирование. Для этого, конечно, необходима федеральная помощь, однозначно мы сами такую махину не потянем, 4 с лишним миллиарда рублей. Но поскольку это действительно очень важно для города, для области БСМП, крайне важная больница, очень технологичная, она может быть, наверное, одной из самых лучших в России после завершения строительства. Для нас это дело чести, и не только чести, это дело, которое мы должны завершить удачно, успешно. В настоящее время БСМП расположено в приспособленных зданиях бывшего общежития. И ни для кого не секрет, что состояние их плачевно, а сами помещения не соответствуют строительным и санитарным нормативным требованиям. Как показали многочисленные экспертизы, здания капитальному ремонту и реконструкции не подлежат. Поэтому логичен ответ на вопрос, что будет в старых помещениях после того, как начнет функционировать новая больница. Предварительно, поскольку здание оценивается как аварийное, скорее всего, необходимо будет его демонтировать. Для того, чтобы не создавать проблем в будущем в центре города, самим себе демонтировать, оставить это общественным пространством. Ну, я думаю, мы посоветуемся с горожанами по поводу дальнейшей судьбы этого пространства, уже когда мы его демонтируем, здание само. И, ну, однозначно, что-то удобное для города, для горожан, прежде всего, на этом месте сделаем. В структуре главного корпуса БСМП на семи этажах общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров планируется размещение четырех многопрофильных операционных отделений. Клиника диагностической лаборатории, отделение эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии. В комплексе предусмотрено также строительство трехэтажного паталого-анатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы, которое сейчас находится в арендованных зданиях. Перевод бюро в новый корпус позволит экономить порядка двух миллионов бюджетных средств в год. Поэтому это настоящее слияние здравоохранения и образования. Это настоящий комплекс, это сильная многопрофильная больница, которая реально будет оказывать помощь, высокотехнологичную помощь экстренную, поскольку сейчас экстренная помощь существенно стала другой. Это не то, что раньше было. Сейчас она требует высоких технологий и высоких грамотных специалистов. Мы это сможем обеспечить на базе этого комплекса. Я думаю, что это существенно поможет решить проблему смертности и качество оказания медицинской помощи. Это будет очень сильная многопрофильная больница. Из больниц, пожалуй, лучшие в России будут. Согласно планам, строительство завершится к 30 сентября 2019 года. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. После распада Советского Союза, когда перестала существовать в прежних масштабах пионерия, праздник утратил свои прежние значения. Опыт пионерской организации уникален. Ее традиции близки и понятны каждому. Честно жить, много трудиться, горячо любить и беречь свою родину, помогать людям. Пионерия основана на принципах добра и справедливости, коллективизма и товарищества. Для слова сначала думай о родине, а потом о себе – это руководство к действию. И воспитанники пионерии становились героями войны и труда, накоряли космос, осваивали целену, развивали науки и культуру. В советское время это была отваженная система детского и подросткового воспитания, которая, сказанно мудрешно, гарантировала бесплатное и лучшее в ней образование, полноценный досуг, проведенность пользы, развитую систему противообразования, уверенность завтрашнего дня. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы возродить в полной мере и славные традиции, и систему государственной заботы о детях и молодых. Так совпало, что День пионерии приходится практически на конец учебного года, так что в этот день подводились итоги учебной и общественной жизни каждого класса. Объявлялись и поощрялись лучшие пионерские отряды, а вечером возле огромного костра под гитару пели пионерские, патриотические, военные и туристические песни. Каждый год, 19 мая, подводили итоги своей работы, кто лучше учился или больше собрал макулатуры. Сейчас этого нет, и тем не менее, красные галстуки не совсем ушли в прошлое. Вот эти плакаты, которые сейчас за ребятами, пионер всем ребятам, пример, это настолько глубоко в этих словах все заложено. Вспоминаю себя, вспоминаю эти годы. Мы участвовали в Тимурском движении, помогали старшим, помогали октябрятам. То есть это было настолько все здорово, настолько прекрасно. Я уверен, что сегодняшние ребята, которых мы приняли в пионерскую организацию, они будут брать из того советского времени то хорошее и перекладывать на нынешнюю жизнь, нынешние реалии. Сегодняшнее поколение принципиально от предыдущих не отличается. Подросткам по-прежнему необходимо объединяться в сообщество, принимать общие правила и действовать вместе. Сестренки Софья и Полина учатся во втором классе, и сегодня для них ответственный день. Их приняли в пионеры. Зачем вы это сделали? Зачем вы согласились стать пионерами? Чтобы помогать тем, у кого что-нибудь не получается. Чтобы быть примером. О движении рассказал им папа, который когда-то сам был пионером. Когда я им предложил стать пионерами, они спросили папа, кто такие пионеры. Ну я им сказал, пионеры всегда примеры. Всем пример, всем ребятам пример. Ну привел примеры пионеров-героев Великой Отечественной войны. В принципе, они заинтересовало моё предложение. Я думаю, что мы будем работать в пионерской организации. На площади в этот яркий солнечный майский день горят красным коммунистические флаги и пионерские галстуки. Торжественная линейка состоялась для школьников из Рязанских, школ Спасского района, из школ Турлатова и Заборья. Коммунистическая партия всегда с большим вниманием относилась к подрастающему поколению, к воспитанию, нравственному воспитанию. И сейчас этот праздник, мы видим, проходит по всей стране. То есть пионерия жива и она пополняет свои ряды. О том, насколько возможно массовое возрождение пионерского движения, говорить сложно. Но счастливые лица детей и родителей подтверждают. Пионер всем ребятам пример. Пример ответственного, радостного, целеустремленного человека. В Рязани начали оборудовать новые платные парковки. Они, как и предыдущие, появятся на второстепенных улицах в центре Рязани, где не ходит общественный транспорт. Плата за стоянку автомобилей вводится на 20 участках дорог, между улицами Ленина, Соборной и Первомайским проспектом. Новые парковки предусматривают как минимум 3414 машиноместа. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей. Плата не будет собираться с жителей соседних с парковками домов. О том, что нужно делать, чтобы стать счастливым обладателем бесплатного парковочного места, расскажет Валерий Седов. По постановлением администрации города утвержден перечень жилых домов Рязани, жители которых имеют право на бесплатную стоянку на платных парковках, при условии, что их дома расположены в пределах платных парковочных зон. Обязательным условием для реализации этого права – наличие у гражданина, оформленного в установленном порядке парковочного свидетельства. В рамках реализации первого этапа на 20 участках дорог Рязани уже ведутся работы. В настоящее время наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты. Сделано это для удобства жителей домов рядом с этими парковками, потому что возмущению их нет предела. Все везде запрещено, везде платно, весь город платный. Куда дальше стать? Вот приборный завод, куда дальше стать? Тоже везде платные все парковки, хотя там тоже карманы есть. И везде все платно. Почему? Теперь жители домов на улице Свободы, Полонского, Маргелова, Веденской, Николодворянской, Краснорядской, Вознесенской, Павлова, Кудрявцева, Семинарской, Некрасова и Почтовой смогут парковаться бесплатно. Для жителей дома номер 3 на улице Синная платная парковка тоже стала бесплатной. Интересно, станет ли теперь здесь посвободнее? Правда, распространяется эта возможность не на все дома на этих улицах. Некоторым жителям все-таки придется хитрить и искать себе другие стояночные места. С заявлением на получение документа на парковку следует обращаться в территориальный отдел Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Для оформления свидетельства необходимо предоставить оригинал и копию паспорта, документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение, свидетельство о регистрации транспортного средства и СНИЛС. Получив необходимое свидетельство, за штрафы по парковке возле дома теперь можно не переживать. Покупка собственного жилья – процессы довольно сложные, иногда и длительные, особенно если речь идет о удалевом строительстве. Однако герои нашего следующего сюжета даже не подозревали, что все настолько затянется. Несколько десятков обманутых дольщиков организовали митинг рядом с недостроенным домом, сдачи которого они ожидают уже несколько лет. Почти каждое утро эти люди проезжают мимо своих квартир. Некоторые даже останавливаются и смотрят на свое жилье через забор. Но когда в дом начнут заселяться первые жильцы – неизвестно. Сегодня они вновь собрались с плакатами возле забора. На территорию их не пускают. Этот митинг проходит уже не в первый раз, но эффекта от этого по-прежнему нет. Недовольство жильцов понятно. Дом этот был заложен еще в 2010 году. Срок сдачи по договорам изначально стоял в 2014, а потом поменялся на 2015 год. Дом до сих пор недостроен. На информационной табличке сказано – количество квартир 241. Начало – четвертый квартал 2011 года. Окончание переносили несколько раз. Сейчас здесь написано третий квартал 2016 года, а под табличкой и вовсе скрывается пятнадцатый. Некоторые до сих пор выплачивают кредиты за квартиры, а кто-то внес в сумму покупки и материнский капитал. Но жить им теперь негде. Мы все здесь обманутые дольщики. Мы официально состоим в реестре обманутых дольщиков. То есть нас кто-то обманул. А кто нас обманул? Это должно показать уголовное дело. А уголовного дела нет и не будет. Здесь также присутствовал и один из подрядчиков. Он тоже купил квартиру в этом доме. Так что застройщик должен ему не только жалплощадь, но и деньги за работу. Сам застройщик, компания-лидер, взяли кредит на строительство и банку его не вернули. Сейчас фирма стоит на грани банкротства. Дольщики обращались в несколько инстанций, но ответы всегда похожие. На последнем совещании в Минстрое Рязанской области с участием инициативной группы застройщик сообщил об отказе от ранее принятого решения по реализации нового имущества на финансирование проекта в связи с большим объемом судебных решений. По этим ответам можно сказать, что застройщик отказывается от своих обязательств и оставляет дом в том состоянии, в котором он есть сейчас. А дольщикам предлагают вот что. То есть сейчас будет банкротство, непроданные квартиры отойдут банку, ну мы, соответственно, получим наши квартиры и будем в рамках своих долей достраивать этот дом. То есть мало того, что мы уже деньги отдали, соответственно, по стоимости большой, здесь квартиры стоили дорого, особенно в конце, и мы теперь еще должны за свои деньги это все достраивать. Сама площадка не была огорожена должным образом. Еще недавно по ней бродили подростки, а некоторые окна в доме и вовсе разбиты. Люди не знают, как им быть и что делать. Они писали и обращались во многие инстанции, но никакой должной помощи не получали. Мы уже устали обивать пороги всех инстанций, везде нас посылают, поэтому последняя наша надежда, вот мы сейчас обращаемся к исполняющему обязанности губернатора, к Николаю Любимову. Может быть, он нам сможет помочь. Мы будем ему благодарны, он должен нам помочь. Пожалуйста, услышьте нас, власть, придержащие люди. Помогите нам. Просто стыдно, стыдно, когда в городе, в центре города стоит почти достроенный объект на 90%, как нам говорят и как мы сами знаем, и не могут решить нашу проблему. Казалось бы, совершенно невозможное событие происходит иногда в нашем городе. В апреле сотрудник ЖЭО залез на чердак проверить состояние прикрытия и рухнул вместе с ним в квартиру ниже. Хозяйки не было дома, мужчина чудом не пострадал. Как выяснилось, шлакоблочные дома, едва не ставшие местом трагедии, был построен еще в 50-х годах и ни разу капитальному ремонту не подвергался. Решил разобраться в проблеме ветхого и потенциально опасного жилья Валерий Седов. Строительство шлакоблочных домов на улице Соколовской началось еще в 55-м году. Через три года они уже были сданы, и в них начали селиться первые жильцы. И хоть дома из шлакоблоков строились как временные, они существуют уже почти 60 лет. Сейчас жильцы насчитывают минимум 30 больших трещин. Некоторые из них и вовсе сквозные. Через них свистит ветер, а в дожди внутрь заливается вода. Маленьких же трещин не счесть. Они раскиданы паутиной под каждым окном. У нас идут трещины по всему дому, которые ЖКО Соколовка говорит не в состоянии своими силами заделывать. Но мы не знаем, правы они или нет. С фасада дома отводился большой кусок штукатурки, и большая часть его упала в огород. К счастью, никто не пострадал. Отсутствующая часть фасада была заштукатурена, и больше к ней не притрагивались. 58-й год, год постройки. И я за то время, что здесь живу, не помню, чтобы делался здесь какой-нибудь хотя бы текущий ремонт. Только сами жители как-то поддерживают свой дом. Чердак постоянно заливает. Из-за этого началось загнивание балок. Это привело к тому, что в 2014 году продавило потолок, и появилась большая дырка. После этого по квартирам стали летать птицы. В том же году дыру в потолке починили, но остальную часть даже не тронули. Хотя управляющая компания обещала все исправить. Трещины и провалы в потолке продолжают появляться и по сей день. В начале этого года жильцы снова обратились в инспекцию. И вот 18 апреля комиссия нашего ЖКО «Соколовка» с плотниками вошли на чердак, чтобы осмотреть балку. И рухнул плотник вместе с балкой, досками, вместе с засыпкой. Утеплитель там, наверное, шлаг был. В общем, 8 квадратных метров из 16-ти рухнуло в мою комнату. Шлакоблоки – морально устаревший материал. Его невозможно отнести к экологически чистому. Даже наоборот, весьма велика вероятность, что шлакоблочные стены будут выделять вредные вещества, которые влияют на дыхательную систему и увеличивают вероятность появления аллергических заболеваний. Жильцы уже не раз писали письма во все инстанции. Мы просим помощи. Пишем письма во все инстанции. И коллективные письма, и индивидуальные. Просим помочь нашему дому. И куда только не писала. Я лично сама писала, и данные телефона оставляла. И на мэрию выходила. Осталось только к любимому еще записаться на прием. Обязательно попишусь и пойду туда с бумагой. Капитальный ремонт в доме запланирован на 2018 год. Правда, коснется он только крыши. И жильцам обещали подключить холодную воду, которую каждый уже провел себе сам. О переселении тоже речи как-то не ведется, да и не надеемся. Поэтому хотим, чтобы был наш дом, чтобы мы могли там жить. То есть пока, например, я не могу в своей квартире жить. Там негде. Запланированный недолговечным, дом уже стоит больше полувека. И неизвестно, как долго еще ему стоять. Хрустальная болезнь. Так в народе называют заболевание. По-научному именующийся несовершенный остеогенез. Это довольно редкая наследственная болезнь, при которой у растущего ребенка наблюдаются уменьшения костной массы тела, что приводит к повышенной ломкости костей. В тяжелых случаях этого заболевания ребенок получает повреждения и переломы еще в утробе матери. В дальнейшем кости могут ломаться даже от незначительных силовых нагрузок. Несмотря на то, что болезнь довольно редкая, в нашем городе таких необычных, Крустальных детей немало. О том, как борется с болезнью Сергей Денисов, расскажет Валерий Седов. Более 30 переломов и 10 операций. Именно столько выпало на долю юного Сергея. Как признается его мама, Светлана, трудности начались с самого рождения. Например, лекарство, которое для Сергея жизненно важно, получить стоило больших усилий. Сейчас оно внесено в список необходимых и не является проблемой. Например, санаторно-курортное лечение. Сережа нуждается в этом, потому что наше заболевание, оно именно с опорно-двигательным аппаратом связано, да, нарушение. И нужно постоянно восстанавливаться, нужно постоянно проходить реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Правда, санаторное лечение в нашей стране построено в режиме очереди, поэтому в любой момент семье могут позвонить и сказать собираться. Так Сергей пропустил последние два года санаторного лечения, потому что лежал на восстановлении после операции. И очень я бы хотела обратиться к гражданам нашего города, когда вы видите такую парковку, пожалуйста, не занимайте ее, потому что для нас это очень важно. Когда я привожу Сережу на машине, у нас выдвижное сидение, да, и если я не могу встать на обычное место, потому что просто там мы не можем открыть дверь, и чтобы это сидение выехало, нам нужно больше места. Людям не очень сложно пройти лишние метры, но для Светланы и ее сына припарковаться на таком месте гораздо лучше. Но у крупных супермаркетов свободных мест на стоянке для инвалидов просто нет. Конечно же, порой жизнь приносит и приятные сюрпризы. Так, после школы Сергей планирует поступать в высшее учебное заведение. Недавно мне позвонили и сказали, Светлана Александровна, могли бы вы прийти и подсказать нам, что нужно сделать для доступной среды на филологическом факультете, для того, чтобы вашему ребенку было удобно там учиться. Вы знаете, за все вот наши борьбы, вот 18 лет борьбы вот с нашим заболеванием, со средой вот, да, вокруг нас, это первый раз, когда нам позвонили и спросили, как будет лучше, что бы вы хотели. Главное в такой ситуации не опускать руки. Сергей награжден нагрудным знаком горячее сердце. К тому же, благодаря акции интернет-поисковика, его голосом заговорило произведение Льва Толстого Анна Каренина. А в 2014 году он нес паралимпийский факел. За час до эстафеты юный рязанец сломал ногу и в травмпункте торопил врачей, чтобы успеть принести свой паралимпийский огонь. Это такая же боль, как у обычного человека, когда он сломал ногу или руку. И научиться быстро, вот потом снял гипс, начинать восстанавливаться, начинать ее разрабатывать, это больно, это страшно, это непривычно. Но Сережа Баэдов, он это делает каждый день. А мы такие же люди, просто барьеры чуть выше, снова новая планка, это поход по краю крышек, ты взгляни мне в глаза и улови этот взгляд. Постарайся быть другом, стань со мной в один ряд. А бы не завела судьба, я справлюсь с любой проблемой, и та путеводная звезда оставит мне долю надежды. Я живу, и пусть земля под ногами пылает, я иду, потому что люблю эту жизнь. Многие в Рязани знают о традиции влюбленных. Украшайте навесными замками мосты или заборы на набережных в день свадьбы. Все это делается для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть свой союз и символически укрепить его навеки. Но не так давно стало известно, что в парке на соборной замке, которые висели на заборе, были спилены. Как теперь быть возлюбленным? Не грозят ли рязанцам разводы? И что будет с традицией? Расскажет Анна Герцовская. Традиция вешать замки на заборы возле рек или на ограждения мостов пришла в нашу страну из Италии. Вслед за тем, как роман итальянского писателя «Три метра над небом» набирал огромную популярность среди молодежи. По сюжету романа Федерико Мочи, герои во время венчания, которое проходило на мосту, обмотали столб фонаря цепью и закрепили ее замком, а ключ выбросили в воду. Это стало символом того, что теперь их невозможно разлучить. Бум замков распространился по всему миру. И у нас в Рязани, как и в Италии, заборы перестали выдерживать огромный вес украшений. Теперь в качестве альтернативы для рязанцев поставили кованые деревья, которые становятся пышными от обилия подвесных замков. Такой вариант решения проблемы изначально был найден в Италии. Так что можно считать, что это модная тенденция, а не ущемление прав влюбленных. Тем более смотрятся такие деревья, по мнению горожан и гостей города, лучше, чем увешанные замками заборы. Лучше на деревьях, потому что забор, ну, все равно снимают их каждый год. И это не очень. Тем более забор от этого страдает, ну, посваливается. Ну, раз деревья поставили, специальные замочки, возможно, лучше и на деревьях на этих пускай растут. Дерево гораздо интереснее. Ну, русская традиция теперь стала. Впервые увидела в Ельце. Возможно, проблема с заборами окончательно решится, если деревьев для замков станет больше. Ведь эти две композиции уже почти завершенные. В таком случае облик города не только будет сохранен, но и приукрашен. А туристы среди прочих мест, которые им понравились, смогут отметить сад кованых деревьев, подтверждающий семейные ценности рязанцев. Ведь гости города своим взглядом очень четко стараются отметить то, что для нас уже стало совершенно привычным. Да грибы ваши, слушай, необычное что-то, которые едят глазами. Которые едят, а их рот они ледят. Слушайте, очень хороший Арбат, красивый, ухоженный, чистый. Улица Подбельского. Да, да, я не знаю, что это за улица, но ваш местный Арбат. И широкие улицы, и дорога ваша федеральная, очень даже неплохая. Самое главное, гостям понравилась хорошая погода, потому что все приехали с снегов, а здесь вот солнце случилось. Эти люди приехали из Воркуты, Ярославля, Брянска, Москвы, и им действительно приглянулись кованные деревья с замками. Пообщавшись с гостями, мы также символически решили укрепить свои взаимоотношения со зрителями. Для этих целей украсили один из замков. Наш замок отличается от тех, которые тут есть. На нем мы обозначили союз телекомпании «Город» и зрителей. И сейчас мы повесим его на то место, которое предназначено для замков. Тяжеловато. Теперь мы тоже есть на этом дереве со своей любовью. Так что вешайте замки в правильное место, посылайте желания в космос, связанные не только с поиском второй половинки, но и с просьбами о появлении новых кованых деревьев. А также не переживайте за свои отношения, если ваши замки недавно были срезаны. Так будет происходить каждый год для того, чтобы разгрузить заборы. Поэтому есть повод прийти в Рязанский Кремль и повесить новый замок любви. Только уже она дерево. И на этом пока все. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаюсь с вами и хороших вам выходных. Субтитры сделал DimaTorzok